всем привет с юга беларуси сегодня у нас было ночью 17 градусов мороза и я решил вот поставить в эту семью немного корма то что передают еще неделю будет до 20 даже до 27 ну это наверное на севере нашей страны и так как в этом уле я слушал то шел и сидят сверху и к переднему летку сидели по крайней мере можно уже и не сидят хотя сидят видно и ней на летку и пчелы гудут так короче хочу я им поставить немного корма на потолочные на отверстие для прикорма что осенью использую поставлю корм в виде жидкого меда комнатной температуры он сейчас 20 градусов темный мед жидкий и вот в крышке видно набита отверстий от старые вилочки что распечатывать сот я до пробивал отверстия снутри наружу потом на наш деке шлифану их и немного сверлом маленьким рассвета расширю чтобы не были заученцы и когда переворачиваешь видно мед выступая немного но это сразу он выступая а потом зависая так как создается вакуум но думаю там чем много будет слизывать его этот мед не знаю насколько этой баночки хватит эта баночка на 250 миллилитров что такую взял чтобы хорошо под утепление легла то что пол литра усталишь так уже вокруг банки получается полость остается и вокруг этой полости это тепло уходит бегаю кот мой пчеловод черный красавчик в апреле год будя ему черныш назвал вчера кошку постерзовал чтобы уже больше в апреле котенят не было ночь не спал сидел сегодня решил все таки в этот улей поставить в этот улей поставить корма и не прикормки а корма на теле усили на этот вот пластик полопался утепление немного одному тут подушка хорошая лежит шелкая конечно не хорошо мороз лазить сад 12 мороза ночью было 17 это тот пластик можно в любой момент сложиться и сильно стукнуть по улью надо его изначально аккуратно это подвернуть сейчас я поставлю нашу камеру ты с улей это утекай залез на крышу мороз на улице 12 сейчас замерзло ну вот я подвернул этот пластик чтоб то что покуда делали тут все сделано могло пшелкнуть и так стукнуть по улью чтоб чтобы сбунтовались еще и так уже бзыкает слышно заволновались пшелы ооо где-то тут отверстие под крышей видно или кот пошел отсюда где-то под крышей у нас тут отверстие так пошел на 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 когда чуть не ругнулся о что у нас тут у нас тут строку беда соседи потолочены плотно положила и бачите что сделала вывернула кота придется скоро бить лезя в улья хорошо что а дымар распалю заранее то что мои пшелы неба хвосты без дымара просто вылезе полу ли я наверх и все хоть и мороз 12 градусных конечно это хреново дело я к их закрыл вообще уже он полезли а это все из-за того чтоб потолочен 8 плотно плотно ставлю при этом о бляха лезет наверное не получится ничего под полоса под потолоченой гурбой сидят там то совсем херло дело хотел опустить потолочены ну подарятся пчелы наши сейчас попробуем стук конечно будем их ну ты моим дам бляха так что когда кто ложит потолочены на зиму лучше плотно их не ложить сгоняю пчелах наших с этой вот они спереди сидели на этом отверстие сгоняю их отсюда и будем улет открывать лезут бляха вокруг вторую руку освободить освобождаю руку и делаем сделано бачите вы выскошила сколько их потолочен их одна на одной их там сидела куча пропадут скорости мороз мороз на улице загоняю все что могу конечно это не планировал делать хотел быстро быстро поставить банку и закрыть а тут такая фигня приключилась придется немного подымать чтоб хотя не начали опять лезть сдвигай потолок сдвигаю потолок сюда убрал крайнюю потолочину закрыть что это дело конечно не без потерь немного придавим о зато потолок поправили закрыли здесь у меня с краю стелька толстая получается 45 тридцатка даже 35 под утепление между ее и мог и вот вагонка такая фигурная где-то двадцатка почти такая вот стенка а вот это 40 пятка внутри доска положил по осени плотно потолочины и всех при этом прополиса скоблились чтобы нажились хорошо и от стенки до стенки плотно получается что потолок видно немного сырости набрав все конкретно выпущено немного дыма дал конечно это плохо ну что сделаешь а сейчас я убираю потолочину здесь два отверстия под кормушку василек белорусскую на передние ставим банку с медом наша баночка с медом опять дым берем руки то что бляха я в ту сторону двинул потолочину так ну пчелы им пофиг морозы выскачивает еще наверно им сейчас на рамку сюда на это на бок рамку слопну с медом положу они баночку баночку так куда-нибудь перестали опять же пленка надо 1 наверно баночкой обойдемся рамку не буду ставить это сюда к заду выскочили видно сейчас я покажу хавайтесь давайте видно кота топнула пчела немного их растормошил видно спереди пчел много тут еще гнездо спереди пчел много придавил бедные надо закрываем что ставлю отверстие вниз корма не очень сейчас видно соты пустые Нигде они бегают. Соты пустые. Закрываем отверстие. Не будем холодить. Все-таки 12 градусов сейчас. Главное, что вот замерзшее, чтобы не сдвинулось особо. Залезай! Велезло. Таюнки-палки. Не буду холодить больше их. Корму поставим в баночку. Отверстиями вниз еще. Сейчас гляну, что там делается. Видно, пчелы. Будут брать, не будут, не знаю. Но тут по-другому уже я ничего не хочу делать, потому что и так потревожил будут. И накрытие. Накрыть надо нам тут, чтобы не сделать. Барь, все от поднято было потолочиной. И здесь и ней и утепление немного. Можно сказать, полухолодная зимовка. Ну, улей такой толщины, что это им без разницы. продырявлю стамеской все-таки у банки этой. Тихенько. Залезай назад, улей. Давай. Возьму продырявлю стамеской дырку больше. То, что что-то не сошится мед. А сильно густые, язычком будет плохо. Да, надо давление создав. Ну, и что? По центру дырку сделал. Где-то 3 миллиметра на 5. И поставим на отверстие пчелам. Будем закрывать. Сейчас покажу, сколько их выглядывали там. О. Они покуда выглядывают. Сейчас кидаться начнется, когда поднесу банку. Ну, все-таки мороз чувствует. Не глупые. Бляха. О, сразу язычки потянули. Не знаю. Боже, из рая дырку эту большую сделаю. Но по-другому. А вдруг мне будут драть сейчас малые отверстия. Сейчас я гляну. Что мне протекал мед наш. Сильно. Ну, сочится. Сочится, хай сочится. Там пчел много. Думаю, вот это 250 миллилитров тут. Написано, масса не то 160 грамм. Это видно продукта. А это на 250 миллилитров написано. 250 здесь. Видно, не видно. Короче, без разницы. Она невысокая, так сказать, сантиметров 6 банка. Все. Закрываем все это дело. Это наши потери. Вот немного. Так же на снегу. Пусть снег так. Сантиметр лежит. Уже расстал. То есть он был глубокий. На 20, наверное, сантиметров. Вот теплень была 7 градусов дня 4 назад. Тепла 7 градусов. А сейчас было 17. Мороза ночью 18. То снег растал в основном. И дождь шел еще 2 дня. Так на снегу пчела полумертвая бегала, уже замерзала. Кот этот что у нас сразу мешал наш черный. Черныш. Хватану я еда укусила до кучок. Это кину синичком. Да. На это я палочками закрыл, положу подушечку такую. Чтобы они не сдвинулись, когда буду прижимать все. Вот сюда уже. Так, старую куртку. Банку прижал руками сильно. Чтобы мне это прижал, чтобы не сдвинулись. Так. Вот. Вот все. Поставил им немного корма. Тут у нас тишина на летках. Покуда никто не вылазит, думаю, и не будет. Клуб сюда кпереду сидит. Ну, сильно активный. Хорошо, что полез хотя. А то потолочный поднял адугой. И с таким утеплением, что тут. Если потолок плотный был, то хорошо, конечно. А видели, что он у нас, этот потолок поднялся. То, конечно, это не очень хорошо. Да и с целью какие-то открытые, так сквозняки. Хотя крыша так и плотная на сверху. Есть все-таки с целью крыши в самой. Крыша высокая. Под две надставки на 145. Сюда залазит. Так вот я решил. Банку кто быстро поставили. Да и все. А так пришлось еще потолоченный. Там снимать крайнюю, поддвигать сюда все. Закрывать. При этом пчелы вот немного лезли. Но там малость потери будут, штук 10, может, яких. Да и все. Хорошо, что все-таки полез. То, что, ладно, утепления мало. Оно то и хорошо, то, что зима теплая в основном была. Это так. Неделю мороза, а то не мороза. И вот не думал, что тут будут потолочены подняты. От сырости сократились и все. Вот кот пошел. Сидел под улеем, сховался рядом. Вылезла пчела, полетела только что. Ладно. Я буду заканчивать уже снимать. Пойду сейчас погляжу там, где пчелы погибли. Учепление. Сейчас сюда утепление положу. Чтобы-то баночка согревалась. Они будут по чуть-чуть она капать там. Заберут, думаю. Пчелы активные тут. Их хватает троху. Много так. Заберут эту. 10 и 50 миллилитров. Это для них. Раз дунуть только. Так что. Все-таки не зря сюда полез. Получается. Потолочены поправили эти наши. Сдвигай этот. И поставим 250 миллилитров корма. Хорошо, что рамку не надумал ложить. А то это дополнительно морока. Ну, на этом я заканчиваю. Всем удачи в зимовке. У кого есть пчелы. Всего хорошего. Пока. Все-таки. Пока. Пока.